Их служба и опасна, и трудна. Особенно в последние три месяца во время пандемии коронавируса. Наталья Ваганова работает на почте вот уже четверть века. Угрозы не боится. Она разносит пенсии, газеты и продукты пожилым людям. В день в среднем проходит 50 адресов. Многие пенсионеры, говорит, стали для нее почти родными. Звонят и заказывают. Или я им сама позвоню, скажу, вот я хотел бы вам что-то предложить. Предлагаю, они это. После работы иногда получается к ним сходить. Ну, любимые пенсионеры. 25 лет привыкла. Наталье и еще более 80 ее коллег-почтальонов со всей Самарской области получили профессиональные награды и благодарственные письма. Отметили лучших в преддверии Дня Российской почты. Его начали праздновать с 1994 года. А вообще история учреждения насчитывает больше тысячи лет. Именно Русская почта – одна из старейших в Европе. Так, первым почтальоном на Руси был княжеский гонец, на коне разносивший важные вести. В X веке все население обязали предоставлять лошадей для гонцов. В XIII веке появляются так называемые ямы – почтовые станции. Они были необходимы для связи Золотой Орды с окраинами. Почтовая связь по всей стране установилась к XVI веку. А вот первые почтампы появились уже при Петре I в Москве, Риге и Петербурге. Главная задача почты во все времена – обеспечить связь между людьми. Сегодня она не перестает быть актуальной. Обеспечение коммуникации между десятками миллионных людей – это связывание городов в единое целое нашей большой страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. В первую очередь это коммуникация. Сегодня почта меняется, появляется много дополнительных услуг. Но еще есть над чем поработать. О том, что посылка доставлена, самарцы зачастую узнают из интернета гораздо раньше, чем приходят уведомления. А в самих отделениях часто возникают очереди. Почта оснащена современным оборудованием, но вот пользы от него немного, если не хватает рабочих рук. Особенно, когда из десяти окон работают только два или три. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Мария Левина, Николай Епифанов. События.